Hello, my brightest rays of sunshine! Это Ариша из InkFamily, и я всех очень рада видеть, потому что мы с вами давненько не собирались в такой, ну, относительно, sorta, kinda, образовательной атмосфере, чтобы обсудить что-нибудь про английский. Я уже рассказывала вам о том, как учить английский по сериалам, если очень хочется, и о том, как читать книжки, чтобы это было выгодно твоему английскому в перспективе. Настало время песен. Плюс ко всему, у нас тут относительно недавно был опрос в тележке, где я спросила, можно ли учить английский язык, ну, или любой другой иностранный, по песням. И результаты... Ну, давайте начистоту, потому что вопрос в опросе... Вопрос в опросе... Изначально был с подвохом. Для каждого человека фраза «учить английский по...» и вставьте название материала, который вам нравится, значит, разное. Для кого-то это буквально взять этот материал за основу и по нему досконально по косточкам разбирать иностранный язык и разбираться в том, что вообще он из себя представляет. Для кого-то это просто дополнительный материал, который может разнообразить твой процесс обучения. Я в опросе имела в виду именно первую ситуацию и, строго говоря, ну, скорее, да, английский по песням учить всё-таки можно. Но тут есть очень интересный момент. Смотрите, когда вы открываете учебник, у вас там есть чёткая система. У вас всё идёт взаимосвязано и основывается друг на дружке. Вы начинаете изучать грамматику с самой простой структуры, затем настраиваете на неё лексические блоки, да, снова переходите к более сложной, и вот таким вот образом вы вяжете, да, свою канву знаний английского языка. Когда вы изучаете английский, просто посмотрев на песню, на её текст, ну, систему вот так вот с нуля выстроить очень сложно. Безусловно, существует множество курсов от коллег, которые как раз строят вот этот вот весь процесс обучения вокруг песен, и, надо сказать, довольно продуктивно. Но учтите, что это всё-таки именно учебный процесс, который построили вокруг песни, они взяли песню и такие, ага, всё, класс, я буду теперь учить английский, просто заучивая текст. Моя основная мысль в том, что самостоятельно в одиночку учить английский по песням, наверное, скорее всё-таки не получится, чем получится. Для этого нужен вам человек-наставник, который будет вас вести, да, сквозь дебри английского языка, но при этом подтаскивая периодически музыкальные моменты, на которых вы можете всё это дело отработать. Однако, некоторые активности на основе песен выполнять вы, безусловно, можете самостоятельно и без преподавателя. Во-первых, самое очевидное — это аудирование. Прослушивая песни несколько раз, да, прокручивая их на репите, вы тем самым прокачиваете себе ушки, настраиваете их на английскую речь и готовите себя к прослушиванию других каких-то более учебных моментов. Особенно хорошо для этого подходит приложение «Lyrics Training», где вы на слух заполняете пробелы в песнях. Причём там можно выбрать несколько уровней сложности, да, самый простой для тех, кто ещё не так в себе уверен и будет заполнять буквально по чуть-чуть, более сложный, да, где пропусков уже больше, и есть прям вообще уровень эксперта, где вам нужно заполнить все пробелы в песне, да, основываясь только на слухе и на собственном знании. Во-вторых, фонетика. Когда вы прослушиваете песенку, вы же по-любому ей подпеваете, и вот здесь вы занимаетесь как раз отработкой ваших фонетических навыков. Пытаясь сымитировать то, что вам поёт исполнитель, вы тем самым натаскиваете свой язык и все свои мышцы артикуляционного аппарата на правильное произношение. Нет, безусловно, конечно, у некоторых исполнителей есть свои какие-то интересные моменты в произношении, но всё равно, да, это поможет вам отработать некоторые тонкости в фонетике английского языка. В-третьих, в песнях можно подметить для себя интересные ситуации использования тех или иных конструкций. Есть замечательный сайт lyrics.com, где, на мой взгляд, находятся просто все существующие тексты ко всем существующим песням. Вбив несколько слов, вы найдёте просто все ситуации использования, которые когда-либо существовали в музыкальном жанре. Безусловно, на песнях при поиске ситуации использования того или иного слова мы не останавливаемся. У нас есть и другие ресурсы, но это уже тема для другого ролика. Ну и в-четвёртых, раз уж мы заговорили о лексике, то тут нужно вспомнить о том, что в песнях очень много идиоматических и других очень интересных фразовых конструкций, которые присущи той или иной культуре. И, соответственно, прослушивая песни и цепляя оттуда некоторые выражения, некоторые слова, вы обогащаете свой словарный запас. А вот что точно делать не стоит, слушая песни на английском, так это опираться на них в грамматическом смысле. Что я имею в виду? Зачастую исполнители, в угоду сохранения рифма, ритма, в целом вообще для более музыкального построения фразы, забивают на грамматику и совершают ошибки, которые в литературном английском будут считаться довольно грубыми. Безусловно, им это разрешается, потому что они художники, они творцы, они так видят. А вот нам запоминать эти ошибочные ситуации использования грамматических конструкций все-таки не стоит. Поэтому опираться на грамматику в песнях можно, но, наверное, только под супервизией либо рептитора, да, наставника, какого-то преподавателя, либо в целом человека, который разбирается в английском и сможет вам подсказать, что да, в песне это сказано вот так, но вообще-то в английском языке это считается ошибкой. А вообще помните о том, что в песнях содержится главный компонент вашего обучения английскому языку. Это ваше вдохновение, ваша любовь к языку и вообще в целом стремление его изучать. Не все материалы, которые существуют на английском языке, обязательно должны становиться учебными. Просто слушайте музыку и наслаждайтесь. Ну а у меня на сегодня все. Большое спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. А с вами была Ариша Изенфэмили. Goodbye and see you in the next video. Субтитры сделал DimaTorzok